Всем привет! Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодняшнее видео будет о моих вязаных работах готовых за 2016 год. Я смотрю, многие девочки снимают такие видео и мне не захотелось оставаться в стороне. Мне хочется показать небольшие свои успехи в этом, я имею ввиду готовые работы. Это будут аксессуары шапки и вот этот свитер, который на мне. Но начну я с шапочек, а закончу уже наиболее таким масштабным изделием, которое, скажем так, попило у меня немножко крови, перевязывала его очень много раз. И еще перед этим свитером синим я, наверное, покажу, как на мне сидит свитер из Малабриго, цвет английская роза, розовый такой меланжевый свитер. Итак, начнем с шапочек. Самая моя первая шапка, честно говоря, не помню, это был 16 или 15 год. Это Малабриго Риос, цвет пурпурный, purple mystery. Вот такая вот шапочка Бинни, она растянулась. Я чуть-чуть, это было самое первое изделие. Я немножко неправильно сделала расчеты, но уже решила ее после стирки не перевязывать, иначе пряжа может потерять свой вид. Это уже моя вторая попытка снять видео о шапках. Первое видео получилось вертикальным. Я как бы неправильно выставила телефон. И еще может быть не очень качественная, ну, у меня обычная HD разрешение, а это передняя камера телефона, поэтому может немножко качество быть не настолько четким, как в других моих видео. Но, тем не менее, тут это не вышивка крестовая, тут не надо, знаете, видеть прям все крестики. Вот. Вот такая вот шапка лицевой гладью по мастер-классу Knit Mom Block шапкой Бинни. Здесь убавляются петли на макушке, ну, так сказать, равномерно, там по одной петельке, через несколько рядов. И резинка здесь очень короткая, буквально, может быть, 3-4 ряда, резинка 1 на 1. И я связала к этой шапочке вот такой вот шарфик из той же самой Malabrigo Rios. Как-то он вот так аж поблескивает. Белесые участки, на самом деле, они такие, ну, светло-просто пурпурные, они аж прям как белые, кажется. Просто лицевой гладью я связала шарф. Это было первое мое такое изделие вязанное. Я не знала еще, как можно обработать края, чтобы они не подворачивались. Но, в принципе, меня это не сильно напрягает, потому что вот он и так как бы присбаривается. Поэтому ничего страшного, критичного в этом я не вижу. Вот покажу, как все это смотрится на мне. Так. Обожаю. Это моя первая любовь. Я до сих пор от Malabrigo именно Rios. Это четырехниточная скрутка в 100 граммах около 200 метров. Я очень люблю эту пряжу. В этой шапке я сделала подкладку, но я ее неправильно закрыла. Это не эластичный способ закрытия петель, поэтому мне все. Хочется ее перевязать, эту подкладку, но как-то руки не доходят. И ношу ее так. Оно, в принципе, нормально сидит. Но, чуть-чуть бывает иногда дискомфортно. Вы видите, что это другая пряжа. Мне не хватило Malabrigo на подкладку. Я сделала ее из черничной Lanagrosa Cool Wool Merino. Обожаю. Это вторая моя любовь. Вот. Следующая была шапочка из Baby Kashmirina Debbie Bliss. Фирма Baby Bliss. Пряжа называется Baby Kashmirina. Здесь есть Merino Sosnova. Большой процент. Но я оставлю ссылки на эти шапки. Мне еще одна такая же подружки связала. Только уже из другой пряжи. Из Siam Merino Platinum Nuo. Которым я осталась очень недовольна. Потому что там было по два узла в каждом моточке несчастном. 50 граммовом. Мне кажется, неправильно. Здесь вот Кашемир с 7 процентов. По-моему, 15 или 20 процентов микрофибры. И основа это Кашемир. Это Merino. Обычная такая вот шапочка. Извините. Бини. Резинкой 1х1. Вот так вот она выглядит. Следующим, по-моему, был вот этот вот снот. Из Malabriga Rasta. Это такая очень крупная ниточка. Толстая ниточка. Тоже 100% Merino. Это 100% Merino. Вот так вот я его ношу. Я не хотела делать из нее шапку. А что еще кроме снуда из нее сделать, я не знала. Поэтому решила сделать снуд. Связался за буквально чуть ли не пару часов. Очень быстро. Спицами десяткой, по-моему. Следующая шапочка это Drops Eskimo. Здесь по одному моточку. Два мотка всего ушло на шапку с помпоном. По одному моточку голубого и серого Drops Eskimo. Вот так она выглядит. Ссылочки на все эти шапочки я оставлю. В принципе нормально. Я в ней немножко как в танке. Она такая плотненькая, потому что она вязалась спицами меньшего размера, чем рекомендована производителем. Даже по-моему меньшего на два размера. Вот. Неплохая шапка. Но моя самая большая любовь. Это моя шапочка. Из кашемира. Нежнейшего кашемира. От Лана Гатта. Престиж называется. Этот кашемир. Он такой вот с таким пушком небольшим. Не скатывается. Нежнейший невероятно. Я не стирала его. Шапочка. Помпон я привязала. Ну так пришила. Но его можно отсоединять. Не вижу как там ровно, не ровно. Вроде бы вот так вот. Вот так это выглядит на мне. Мягчайшая шапка. Достаточно теплая. И мне очень нравится этот цвет. Хотя поначалу я думала, что он мне не будет идти. Но в изделии эта пряжа просто раскрылась. Заиграла. И цвет такой серо-голубой. Такое снежное небо я бы сказала. Вот он мне очень понравился. Ну и сейчас постараюсь вставить еще хотя бы фото свитера Малабриго Риас. Вот того, о котором я говорила. И переключимся на вот этот свитерок от Ланы Гросса. Не прощаюсь. И так. Ну а теперь о свитере. Свитер связан из пряжи Лана Гросса Кулгу Мирина. Мирина, да. Это темно-синий цвет. Я точно такой же цвет купила и мужу на свитер. Свитер перевязывался несколько раз. Причем последний раз он вязался после стирки. Он был полностью распущен в ноль и вывязан заново. Значит, свитер вязался регланом снизу. Но я сейчас, к сожалению, не могу толком показать вам его. Вот. Ладно, сейчас переключусь. И так, ну не совсем видно мое лицо, но ничего. Главное, что хорошо видно свитер. Свитер вязался мной несколько раз. Причем последний раз он перевязывался после стирки. Полностью распускался в ноль и вязался заново. Свитер регланом снизу. Пряжа Лана Гросса Кулгу Мирина. Обожаю эту пряжу. И после стирки, ну, она достаточно нормально выглядит. Шикарнейший, мягчайший меринос. Классный, теплый, комфортный. Но у меня был косяк. Я первый раз неправильно рассчитала образец. Дело в том, что этот свитер, он связан и в основном с жемчужной вязкой. А она как резинка. То есть ее очень сложно рассчитать по размерам. И у меня первый свитер, первый раз, вернее, я связала этот свитер. Мне не хватило пряжи. Мне не хватает и не хватает пряжи. И я как-то докупала один моточек, второй моточек. Но эти мотки уже были из другой партии и они отличались по цвету. Я сейчас вставлю вам... А, еще какой был косяк. Мне не нравилась линия реглана. Вот здесь, если вы видите, она идет более-менее, скажем так. Там ее тянуло на рукав аж вот так вот. Потому что я одинаково убавляла и с тушки, и с рукава. А тушка, за счет неправильных расчетов, получилась большая. И тут еще была куча полотна, а тут было, ну, совсем мало. Потому что рукава, вы видите, в облипочку. Они, в принципе, вот так вот приблизительно и были. Может там на несколько петель больше. Мне пришлось это все перевязать. Мне не нравилась линия реглана. Я все распустила и связала отдельно проймы. Ну, то есть, отдельно перед и спинку, и рукава, как вточной... Ну, да, вточной получается рукав. Все это соединило вместе. Как это выглядит, мне понравилось. То есть, шумное изделие, мне нравится, как выглядит. Красиво здесь были рукава так сделаны, закитлеваны горловины. Я ее китлевала три раза при каждом варианте. Мне все казалось, что это окончательный будет. Оно... Была проблема. Эта пряжа отличалась. То есть, ну, тут были несоответствия цветов, тонов, оттенков. И это бросалось в глаза. Но меня это не убедило. И я все-таки постирала этот свитер. И уже постиранное надела на себя. И какое было мое удивление и разочарование, когда на мне, как мы страшили, этот свитер чуть ли не свисал с рукавов. Линия плеча здесь была, бог знает где, чуть ли не на локте. То есть, он огроменный на меня оказался. Рукава длиннющие. Хотя я, опять же, это все рассчитывала. И, вы знаете, я даже обрадовалась. Потому что я подумала, что, ну, все-таки, да. Действительно, я взяла изначально нормальное количество пряжи. Мне ее должно было хватить. Я просто неправильно сделала расчеты. И уже потом я полностью распустила этот свитер. Отпарила утюгом пряжу. Намотала ее отдельно те оттенки, которые не подходили. И отдельно вот этот изначальный цвет. Его было около 400, чем-то, по-моему, или 400 грамм. То есть, ну, более 1000 метров. Вот, и я уже вязала уже с более точными расчетами. Но, вы видите, рукав чуть-чуть мне пряжи все-таки не хватило. Но я ее ношу как рукав три четверти. Меня это не смущает. И рукав такой достаточно в облипку. Значит, резинка здесь два на два. Везде. Горловина обработана кетельным швом. Такой вот перекрещенные петельки узор по центру и косички из шести петель. Вот. Покажу как сзади он выглядит. Вот сейчас нынешний вариант меня устраивает. Здесь, в этом варианте, я уже не убавляла вообще с рукавов при вязании реглана. Я убавки делала через один ряд только стушки. И потом сверху уже, когда надо было как-то заходить на горловину и ее уже как-то делать. Я просто здесь вот в случайном порядке кое-где вот поубавляла с одной стороны на рукаве и с другой стороны. Чтобы он немножко так как бы сужался. Количество петель сужалось. Ну, а плечи как раз здесь плечи. То есть тут никаких выпуклостей, никаких вздутий нет за счет вот этих вот убавок. Смотрится более-менее нормально. Вязала я на спицах тройка. Ну, собственно и все. Этот свитер уже стиран. Он стиран машинке. Он был постиран на первый раз в машинке. И я его и собираюсь и дальше стирать в машинке. Пряжу я обожаю. Это вторая моя любовь. После Малабриго. Ну, вернее не после. Они с Малабриго Риос просто разные. Но вот Малабриго и Лана Гросса обожаю, обожаю, обожаю. Меринос от Лана Гросса просто супер. Вот. Вот такими были мои итоги 16-го года вязальные. Не судите строго. Первый раз с лицом на камеру и мне неловко, неудобно. Может немножко где-то подвисаю. Но, тем не менее, я рада, что сняла такое видео. Потому что вещи просто на столе и вещи на мне. Ну, на человеке, на модели. Это, конечно же, две большие разницы. И мне хотелось вам показать, как вживую связанные мною вещи смотрятся на мне. Спасибо большое за внимание. Пишите комментарии, вопросы. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Я вяжу и вышиваю. Параллельно у меня эти два хобби существуют. И всех с наступающим Новым Годом. Я от чистого сердца желаю, чтобы в Новый Год все вступали только с радостью, счастьем, любовью и верой. Верой в себя и в светлое будущее. Пусть у вас всех все будет хорошо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok